Hello! Сейчас я открою то, что я вчера написала. Всем привет! Я еще не до конца выздоровела, поэтому у меня немножечко дурацкий голос, но... Just bear with me. Сегодня я хочу поговорить с вами про культурную апроприацию. Да, про этот супер-супер холиварный вопрос, по которому все очень много ссорятся и не понимают друг друга. Я попытаюсь об этом вам рассказать как можно более четко. Вот как у меня получится, вот так расскажу. Первый момент. Что такое культура? Малиновский культуру считал основным стержнем социальной жизни, рассматривая ее как совокупность всего социального наследия. Оборудование, учреждения, материальные достижения, технические процессы, идеи, обычаи, традиции, ценности, а также мифы, магия и религия. Культура, по представлению Малиновского, имеет четыре характерные особенности. Она образует определенную целостность, она интегрирована внутри этого целого, ее элементы выполняют своеобразные свойственные функции, и она представляет инструментальный аппарат, обеспечивающий реализацию человеческих потребностей. Очень важная вещь. Никки и Лиса Коу definis culture as Второй момент. Культуры все разные, но культуры не равны, к сожалению. И так же как в обществе есть доминантные группы, так же и среди всех культур есть доминантные или доминирующие культуры. И доминирующие или доминантные культуру делает сочетание многих факторов, в том числе военного и экономического. Если супер просто, то те страны, у которых куча пушек, куча долларов и которые в свое время от души позанимались экспансией колониальной и сейчас рулят глобальной экономикой, они носители доминантной культуры. Вы, наверное, слышали о таких вещах, как макдональдизация, вестернизация, кока-колоизация и прочее. Все это научные термины, которые изучаются уже много-много лет, и все потому, что доминантная культура это западная культура. Третий момент. Культуры переплетаются. Конечно же, культуры взаимопроникают друг друга, и Штомка называет это культурной диффузией. И то, как именно они переплетаются, зависит от того, какие это культуры и кто носитель этих культур. Например, если меньшинство перенимает культуру большинства, тем самым получая возможность к участию в жизни этого большинства и в жизни общества, то это называется культурная ассимиляция. И это супер-пупер важный момент. Когда меньшинство попадает в культуру большинства, то им приходится перенимать эту культуру, доминирующую культуру большинства, чтобы существовать в этом обществе, чтобы ассимилироваться. Потому что что происходит, если меньшинства этого не делают? Дискриминация! Доминантная группа дискриминирует меньшинство, и культурные элементы вот этого меньшинства служат для представителей доминантной культуры своеобразными маркерами. Типа как цвет кожи в расизме. Например, девочка из Индии приехала в Америку, и все над ней в школе издеваются за то, что у нее бинди на лбу, или за то, что у нее какая-нибудь традиционная индийская одежда. Или чувака какого-нибудь не воспринимают всерьез на рабочем собеседовании, потому что он не в офисном костюме и рубашке белой, а там в каком-нибудь своем традиционном официальном костюме своей страны. Вот вы запомнили, да, что за свои собственные культурные элементы представители меньшинств подвергаются дискриминации. Апроприация — это когда представители доминантной культуры берут элементы из культуры меньшинств, за которые те подвергаются дискриминации. Неизбежно искажают их смысл и не подвергаются за это вообще никакой дискриминации. Наоборот, в их руках это все модненько, шикарно и клево. Происходит экзотизация культуры. Хипстеры на всяких фестивалях, типа Куачелла. Там люди белые с дредами. Они завтра, они все это снимут и расплетут, и сотрут бинди со своего лба, и вынут штуку из носа. И все. И продолжат наслаждаться своими классными привилегиями белых людей. И в то же время другие люди, те, кому принадлежат эти культурные элементы, будут за них подвергаться дискриминации. И не смогут, там, получать работу, не смогут нормально, блин, ходить по улицам, их будут прогонять из магазинов за, там, какую-нибудь одежду или прическу, и их будут избивать в школе, и... All sorts of fucked up shit. Как видите, так же, как и сексизм не определяется через то, чувствует ли себя ущемленным какой-то конкретный человек, так и культурная аппроприация не определяется тем, чувствует ли себя ущемленным какой-то представитель культуры. Все вот эти материи существуют во всем обществе, на институциональном уровне. Они не зависят от твоих оценок, твоего мнения и твоей личной картины мира, которая, как мы знаем, у всех, благодаря интерсекциональному подходу, у всех разная. Это значит, что не супер-супер-пупер важно твое личное уважение к какой-то культуре. Почему? Потому что уважение — это супер-субъективно. И так как у нас у всех разные привилегии, мои привилегии могут меня ослеплять, я могу не видеть какой-то формы дискриминации и думать, что я супер-уважительно себя веду, и все прекрасно. Например, ну я могу быть такая, я читаю про Японию там с пяти лет каждый вечер, я супер-пупер уважаю эту культуру, обожаю мангу, обожаю все, поэтому я наделала на Хэллоуин костюм кимоно. Допустим, вот у меня такие представления об уважении, у тебя другие. Вот поэтому мне кажется, что вот это объяснение про апроприацию через уважение, оно, мне оно не очень нравится. Я могу как угодно мега кого-то там уважать, но я представитель доминантной западной культуры, и если я возьму и нарисую себе на лбу бинди, то это будет культурная апроприация. Сколько бы я про уважение везде не писала. Разве это не самовыражение? Разве мы не можем просто одеваться, как хотим? I don't like it, nigga, why? Why you tell me this? Разве мы не можем просто носить дреды? Это ведь так красиво. Почему мы не можем рисовать точечки на лбу? Это всего лишь точечка. Ну, вообще-то можем. Если тебя абсолютно не ебет это, и тебе насрать на всех, кроме себя, и насрать на то, что существует дискриминация в мире, там, каких-то группы, и расизм, ксенофобия, то, пожалуйста, никто вообще не запрещает тебе быть мудаком. Ты совершенно свободен. Быть им. Для всех остальных, как я всегда обожаю говорить, ничто не существует в вакууме. Все встроено в гигантский глобализированный мир и в социум, в общество. Все является частью какой-то большой картины и какого-то большого процесса. Так же, как футболка с голыми женщинами на ученом, это не просто кусок ткани, так и твое решение сделать дреды, это не просто прическа, оторванная от реальности. Ты не просто никто, ты человек с определенными привилегиями. Значит, у тебя есть определенная позиция в социальной структуре, и от этого никуда не деться. Поэтому, если ты не хочешь быть мудаком, то не занимайся культурной аппроприацией. Не ешь! Подумай! Не использую ли я элементы чужой культуры? Не использую ли я их неуважительные, неправильные? Искажаю ли я изначальный их смысл? Не похоже ли это на то, что я использую чужую культуру как костюм, который можно снять? Не используются ли эти штуки как основания для институциональной дискриминации целых групп населения? Если у тебя возникают такие вопросы, то просто погугли. Если у тебя возникают такие вопросы, то это уже повод задуматься. Но, Ника, мы же едим суши палочками, что же нам теперь не есть суши палочками? Так как все переплетается и много лет проходит, и все это очень сложно, то, естественно, естественно, тут очень много серых областей. Очень много. Ты просто решаешь для себя, что для тебя слишком серенькая область, что для тебя довольно светленькая серенькая область. Для меня, например, есть суши палочками, это довольно светло-серенькая область. А костюм гейши на Хэллоуин или там мексиканца, это черненькая область очень сильно. Или там дреды для меня тоже черненькая область. Для кого-то нет. Короче, я надеюсь, что вам понравилось это видео и что у вас прояснилось хоть что-то в голове. Если у вас не очень сильно прояснилось в голове, то я не знаю, что еще я могу вам рассказать и как добавить. Можете почитать мой АСК. Я там что-то еще отвечала на эту тему. Можете почитать ссылки в описании. Я сделаю ссылку на штампку. Я сделаю ссылку еще на что-нибудь. Посмотрите описание. Там ссылки. Не знаю, для меня весь этот вопрос с культурной апроприацией, это как вопрос с иллюстрациями. Как в моем видосе про иллюстрацию. Да, мы все можем красть, мы все можем быть мудаками, но... Как насчет того, чтобы не красть чужую культуру? Как насчет того, чтобы уважать других людей? А? А? How's that idea? I think it's a good one. Не знаю. Мне кажется, что это хорошая идея. Уважать других людей и понимать все эти процессы. Окей. Все. Увидимся в следующем видео. Извините, что я никак не могу сделать Q&A. Я не знаю, почему мне никак не получается. Я, наверное, уже раз в пять пыталась, и мне никак не получается. Кстати, если вы не видели, я делала видос с ребятами из Арт Обстрела. Я сделаю ссылку в описании. Посмотрите, там про Фриду Кало. Меня пригласили поучаствовать в видео. Я пришла, было прикольно. Вот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok